Привет, мои хорошие! С вами Селена Свея, и сегодня будет вопрос-ответ, связанным с отношением. Я в Инстаграме сделала пост, куда прилетело очень много вопросов, связанных с отношением. Пост был у меня тоже связан с отношением, что туда задавали вопросы только отношениям и плюс же. Потому что мне часто задают эти вопросы, я с удовольствием делюсь своим опытом, своим взглядом. Для тех, кто, может быть, меня не знает, у меня достаточно хороший такой опыт. Ну, конечно, мы всю жизнь учимся и учимся, плюс у меня образование психологическое и по жизни. Я всё равно как-то психолог по жизни, я люблю изучать людей, я всегда... То есть каждая моя встреча с любым человеком — это не просто встречи, разошлись, да? То есть я всегда проникаю в человека, изучаю его. В общем, на этом построена вся моя жизнь, поэтому так сложилось, что я, в принципе, и всё жизнедество положила на то, чтобы стать счастливой женщиной, чтобы можно было там, я не знаю, как-то... Не то, чтобы управлять мужчинами, а чтобы можно было бы сделать так, чтобы всё вокруг было, в общем, управлять своей жизнью. Да, не мужчинами, управлять своей жизнью. И, в принципе, в общем, насчёт отношений я всегда могу сказать свой чёткий взгляд. Он у меня чёткий, и я им с удовольствием делюсь. Поэтому девочки задают мне вопросы, и мне очень приятно, когда мои советы какие-то помогают. Хотя я не принимаю решения за других, я просто, может быть, наталкиваю или даю там пищу для размышления. Итак, давайте зайдём в наш пост. В наш пост! Связанный с отношениями. И я сейчас веду ещё прямые эфиры в Инстаграме, и тоже в прямом эфире отвечаю на вопросы прям по порядку. И я сделаю видео такое на 10-15 минут. И как только это время подойдёт, я, в общем, выключусь. И дальше следующие вопросы, это будут либо отдельные посты, либо прямой эфир. В прямом эфире, на самом деле, удобнее это всё обсуждать. Там даже есть ещё обратная связь. Итак, первый вопрос от Нютка Дьяволик. Нютка Дьяволик. Привет, Селена! Что делать, если парень постоянно выводит из себя? Шутит очень неприятно, типа сейчас в зуб дам и так далее. Уже демонстративно уходила от него, не отвечала на звонки и смс три дня. Потом он приехал ко мне с большим букетом и извинениями. Сказал, постараюсь так больше не шутить, но периодически они проскальзывают, правда, уже не в такой грубой форме. Но он по-прежнему говорит, что это шутка и что мне не надо так на них реагировать. Может, в самом деле я как-то неправильно себя веду, хотела бы узнать твое мнение по этому поводу. Мне тоже есть что сказать по этому поводу, потому что у меня есть опыт, когда я встречалась с молодым человеком, серьёзные отношения были у нас, и он надо мной всё время шутил. Он шутил по поводу моей ревности, знаю, что это вообще одно из самых болезненных моих вещей. Шутил, ну, достаточно грубые шутки, в общем, вы, наверное, понимаете, о чём я говорю. У нас была очень схожая ситуация. Я сама по себе человек не истеричный, но этому человеку я постоянно закатывала истерики просто потому, что он меня не слышал. Вот он меня не слышал. Я ему говорю, не шути, мне так не нравится. А он шутил, шутил, шутил. Ему было смешно и его друзьям было смешно. Одно мне было не смешно. Здесь вообще я считаю, что этот парень неправ. Если он выбирает себе девушку, то он должен быть очень внимателен к ней в первую очередь. И шутки — это когда смешно, смешно обоим. А если кому-то смешно, кому-то не смешно, это можно уже назвать стёбом. То есть он стебётся, и девушке абсолютно не смешно, его любимой половинки, да? А он смеётся, ему хорошо. Если он продолжает это делать и абсолютно не реагирует на вас никак, то этот человек достаточно эгоистичный, да? И до такого сложно достучаться. Вот поверьте, ой, сколько разговоров было у меня, сколько даже авторитетные внешние силы вмешивались. Но человек не понимает, то есть он на самом деле был настолько в этом убеждён, что это шутка и так далее, что ничего такого не происходит, что у тебя какие-то проблемы, ты так реагируешь, да? Что очень сложно было до него достучаться. Но зато если в его сторону пошутишь так, девчонки, это просто крах какой-то, и там уже не докажешь, это вообще разные вещи. Вот то, что он шутит, а то, что ты шутишь, хотя это идентично всё. В общем, мужчины за собой не замечают, как они обижают своих половинок, шутят, а когда над ними шутишь ты, то у них просто инфаркт сердечный. Что я могу в этом случае посоветовать? Это либо клин-клином, просто шутите так, шутите жёстче, чтобы показать человеку, да? Ну и потом, конечно, если он поймёт всё и перестанет, то, конечно же, переставайте шутить над ним. Честно говоря, я с этим человеком молодым рассталась, потому что он, в принципе, так и не понял ничего. Мне достучаться до него было очень тяжело, даже имея целый арсенал средств, благодаря которым можно было бы донести до него эту информацию, но у человека проблемы с головой. А если проблемы с головой, то это не лечится. И чем менять человека, лучше найти нормального человека, который будет вас устраивать, потому что, в принципе, мы человека и не изменим. Да, шутка — это когда смешно, когда смешно всем. Вот это шутка. Надо, кстати, в Википедии даже посмотреть, что такое шутка. А всё остальное — это не шутка. Ну и вообще, я считаю, что в отношениях очень важно, когда два человека к друг другу прислушиваются. И пусть это будет шутка для всех, и будет эта шутка просто, все будут смеяться, захахатываться, а вы одна страдаете от этой шутки, то ваш молодой человек должен прислушаться именно к вам, если он вас любит, и не шутить. Ничего не убудет всех, если все вокруг не посмеются. Здесь принципы, здесь ценности. Что ценнее, что важнее. Это выбирает молодой человек. И менять я не советую, в принципе, никого. Ну, я имею в виду менять самого человека. Я советую менять свою жизнь. Следующий вопрос. Силья, расскажи, как ты относишься к тому, что если бы вы расстались с молодым человеком, и твоя подруга начала бы с ним встречаться? Очень интересно. Хороший вопрос, потому что это часто случается в жизни у нас, когда подруга встречается. Вообще, на самом деле, настоящие подруги, но и в принципе люди, они всегда знают, что как бы ты встречался, не встречался с человеком, остаётся, это неправильно, конечно, но остаётся чувство собственности. И это может понять только тот человек, к которому приходила к бывшему подруга. И тогда начинаются какие-то ощущения неприятные, ты думаешь, что с тобой происходит? Даже часто бывшие сходятся на этой почве, на почве чувства собственности. Они думают, что чувство собственности — это и есть любовь, которая снова их начинает притягивать. И в итоге они долго не встречаются, как правило. Но вот, например, у нас с подругами есть такое внегласное как бы правило, что мы с бывшими не встречаемся, ни с какими нашими, потому что мы знаем, что это будет неприятно. У меня был как-то молодой человек, мы даже с ним не встречались особо, он был моим другом, и он выказывал мне всегда симпатию. Но когда мы с подругой были вместе гуляли, и я их познакомила, и она такая, ой, дай его телефон или ещё что-то, это тоже было уже давным-давно, лет 7 назад, и я говорю, не дам. Хотя он мне не нужен как парень, и ничего. И вот это вот взыграло, понимаете. Я долго с этим работала, думаю, ну что ж это такое, что ж это такое. В итоге потом дала телефон, но ничего у них дальше не пошло, как бы ни суть, ни факт, да. Но чувство собственности, оно присутствует. Это чувство собственности, оно не даёт возможность твоей подруге стать счастливой, или твоему бывшему стать счастливым. Возможно, они созданы друг для друга. У меня, кстати, была ситуация, что моя подруга встречалась с парнем, но они встречались недолго, там, неделю-две, но всё же нравились друг другу, да. И потом они расстались, поссорились прям конкретно так. И после этого с этим молодым человеком я прожила два с половиной года. И она, в принципе, у меня достаточно такой широкого взгляда человек, да. Ну, она нормально всё это восприняла, возможно, у неё были какие-то неприятные ощущения, но видя, что у нас всё серьёзно так, ну, как, всё нормально сложилось, и мы встречались, всё было хорошо. Но вообще это не камильфо. И если вы этого человека не любите уже, и он вам не нужен, поработайте лучше с собой. Ничего страшного, пусть подруга повстречается, может быть, действительно там любовь, может быть, они больше подходят для вас. Бывает так, что встречаются люди, и оказывается твоя половинка немножечко с краю, да, как подруга. А если у вас ещё чувства к человеку, то поговорите с подругой, скажите, что вам это неприятно и так далее. В принципе, это нормально. Если этот человек уже не ваш, почему бы и не поделиться им с другими? Это как бы, вот, знаете, вот как хорошо, как должно быть, как вообще правильно, да, вот. А что касается наших мешающих каких-то моментов внутри, ни себе, ни людям, знаете, называется, это, конечно, неправильно. Здесь нам бы лучше работать с собой. Но когда ты думаешь о чувстве, да, там, что будет чувствовать твоя подруга, ну, наверняка она вот так всё быстро не уходит, да, то, конечно, подруги, чтобы сохранить отношения дружеские, они не начинают встречаться с друзьями. Да полно парней, на самом деле, вокруг. Зачем цепляться к бывшим каким-то, у кого что-то связано, это всё равно будут какие-то проблемы, терки. Нахреналов. Мы с сынули тут замутили игру, я ему кидаю штуку, он ее кидает обратно. А следующий вопрос. Паулин. В каких местах лучше искать свою половинку? У меня на канале есть видео, где познакомиться с мужчиной. Вот давно я снимала, в машине ехала там. Вот посмотрите это видео. Что делать, если мне 17 лет, парней не было и нет? Все друзья по 500 раз спрашивают, почему же их нет, и меня это ужасно раздражает. Я понимаю, что в этом возрасте быть одной нормально, но порой начинаешь задумываться. У меня было то же самое. У меня все подружки, ну, немножко сдвиг, да, в возрасте. Они в 12, в 13 уже все были не девочками, всех имели парни не, все такие растота, а я в 16 лет еще девчонка, понимаете? Я девчонка, которая ходит, бегает с пацанами в стрелялке, играет там, и какие-то эти, футбол во дворе играет. И мне не говорили там, где парень и что, но как бы такое внегласное было, знаете? Ну, такое внегласное было, что как бы я такая взрослая, старше всех, а у меня нет парней, вообще ни с кем не встречаюсь, ну, наверное, я никому не нравлюсь. Ну, на самом деле, все это бред. У каждого свой возраст, у каждого свое созревание. Девочки, которые рано начинают встречаться вообще с парнями, потом как-то, вот знаете, вот я так всех вспоминаю, кто были красотками на Руси там, да, нашей, как-то и не очень даже выглядят сейчас. Они такое ощущение, что очень быстро прожили свою жизнь, свою молодость. Это не то дело, где нужно спешить, поэтому я бы просто не обращала внимания на то, что они говорят. Все у вас будет. Нормально. Следующий вопрос. Как заставить мужа думать своей головой, а не головой родителей? Вот здесь вообще ничего не посоветую, никак не заставить. Вы выбрали такого мужа, который думает головой родителей, если вы это говорите. И по-другому никак не будет. Ваш же муж взрослый человек, это же не маленький мальчик, которого можно воспитывать. Он знает, кого он выбирает, кого слушает. В общем-то, здесь уже ничего не поделать. Я так считаю. В каком возрасте лучше выходить? Замуж. Как только вы будете готовы внутренне, нет какого-то определенного возраста. Как сделать так, чтобы мальчик, который мне нравится, стал моим парнем? Какие усилия или что вообще нужно сделать? Ну, это молодая девушка, наверное. Я писала записки, например, потому что я считала, что мальчик, ну как он еще узнает о том, что он нравится мне? Вот такой маленькой звездочке. Поэтому я писала записки и потом просто ждала. А если не было взаимности никакой, то значит не судьба. Ну, какие усилия? Вообще, если у вас знакомится или где-то вы в общей компании или еще что-то, одно из самых лучших оружий – это интересоваться человеком. Просто интересуетесь его персоной. И всем хочется быть интересными, нужными, важными. И просто дайте любому человеку почувствовать это. И вы уже наполовину его покорили. Как человек точно. А просто мужчины любят еще глазами, да? Внешне тоже надо нравиться. И тут уже другие моменты. Следующий вопрос. У меня такая проблема, что парень мне заменяет весь мир. Подруг нет, хобби нет. С головой окунулась в отношения и парня. Поэтому ревную его ко всему. Как от этого избавиться и не зависеть от парня и отношений? Во-первых, это вообще неправильно. Так делать нельзя. То есть то, что вы окунулись полностью в парня, то есть сделали себя зависимой от него, вы уже сделали одну большую проблему. Вот изначально нельзя этого делать. И начинайте общаться с подругами, начинайте иметь свое хобби, чтобы потихоньку вылазить из этого. Потихонечку становитесь независимы. Если вы своими руками вот это вот все окунулись и сделали, то вы никак не избавитесь от зависимости. То есть вам нужно потихонечку становиться независимой. А это как раз таки все, что вы перечислили. Подруги, хобби. Вот нужно все это вылазить, вылазить, вылазить. И тогда, может быть, потихоньку вы станете от него независимы. Но вообще априори этот взгляд неправильный. Так нельзя, так нельзя окунаться с головой. Поверьте, ну, я не знаю, какой должен быть мужчина, чтобы он это ценил. Это не ценят мужчины. Мужчины точно так же, как и все другие люди. Они любят независимых людей. Они тянутся к ним. Солнышко сияет само по себе. И так хочется прикоснуться к этому прекрасному. А не к тому, что вот так поработила саму себя, знаешь, к ногам бросилась. И все, не подруг, ничего, только ты, 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 ты. Он хочет, может, чем-то заняться. Ты, ты, ты куда пошел? И вот ревность и все это, это, короче, одна большая проблема. И нет света в конце этого туннеля. Поэтому вылазьте, вылазьте и становитесь независимы. Давайте отвечу на последний вопросик. Кажется, любимый мой уедет на год в Москву работать, но это еще не точно. И я переживаю за отношения. Мне целый год учиться осталось совсем в другом, совсем в другом городе. Боюсь, как будет все складываться, если он уедет. Как правильно вести себя в этом случае? Ведите себя так же, как вы и вели. То есть будьте в отношениях, но на расстояниях. Все должно происходить то же самое. Если у вас все складывалось хорошо, так как вы себя вели до этого, то постарайтесь это сохранить. То есть если не судьба, если человек уедет и встретит там кого-то, или вы там встретите кого-то, то уже здесь ничего не попишешь. Никак мы за уши не притянем вот это вот все и не удержим. Как бы крепко мы не держали эти поводья. Нужно расслабиться и, да, пусть. Но нужно быть внимательными, нужно быть на чеку, потому что, да, отношения, настроения, где он там будет проводить время, с кем он там будет проводить время. Конечно, за все это переживать. Как бы не то, чтобы там все ты переживаешь, и он видит, что ты такая напряженная. Нет, не нужно. Но нужно быть внимательным. Ты знаешь своего молодого человека, и если что-то ты почувствуешь, то обязательно нужно об этом говорить, обговаривать какие-то моменты. Да, ну, в общем, я считаю, что переживать не нужно, просто нужно стать чуточку внимательнее и больше общаться со своим молодым человеком. Прислушиваться, почувствовать его, чтобы не было паранойи, и чтобы он, если он тем более едет по работе, чтобы он мог нормально работать, а не переживать и париться, и головняк, чтобы на этой кочке не растали. Вот, все, мои хорошие, я ответила на некоторые вопросы, остальные вопросы, их там очень много, будут в прямом эфире в Инстаграм, заходите, я оставлю ссылочки, или отдельные постами в Инстаграм. В общем, в Инстаграме очень много всего происходит, подписывайтесь туда. Ну, а я с вами прощаюсь, с вами была Селена Слэй, спасибо за ваши вопросы, увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok